Петрушка У этой куколки появляется специальный гапит, который можно уже держать в руке. Он дает большую выразительность и усложняется механизация самой куколки. Появляется еще такое кольцо, которое может открывать рот. Эта кукла уже может говорить. Выразительность гораздо больше. Перчаточная кукла делает не очень много жестов, но она работает очень точно, направленно. Эти куклы были на праздники, на ярмарках и давали какой-то сатирический, сказочный фон. Мы познакомились с перчаточными куклами, а более сложные куклы называются тростевыми. А как устроена такая кукла? Вы меня спрашиваете, да? А, хорошо. Тростевая кукла – это та же перчаточная кукла, но только более усложненная. В руках уже трости для того, чтобы жест был более человеческий, более широкий и более выразительный. Это планшетные куклы. С ними можно работать на столе. Ну, и не только на столе. Вот, посмотрите, одевается на руку, а сзади вставляется такая же палочка, такой же гопит. А куда в это время прячутся кукловоды? Для этого берется колпак, одевается его на голову, одеваются перчатки, свет перекрывается, только высвечиваются куклы и людей, поэтому не видно. Самое трудное по управлению кукла – это марионетка. А почему так? Почему так? Потому что все ручки, ножки, голова, все подвязано на ниточках. Малейшее движение здесь дает очень большой резонанс внизу. Здесь вот около 8-9 ниточек и плюс 2 опорных таких вот проволочки, которые держат туловище и держат голову. Каждый кукольный сустав, каждое кукольное движение обозначено своей леской. И за счет вот этой деревяшечки, которая называется ВАГА, лесочки не запутываются и дают какое-то движение. Спасибо, Петрушка, интересно у тебя в гостях. Приходите к нам в театр! С артистами кукольного театра познакомилась даже Кукушкина. Продолжение следует...